В Кремле сегодня ответили на выпады Вашингтона, где на этой неделе звучали обвинения в адрес российского руководства. Голословные заявления о коррупции сначала исходили от чиновников американского Минфина, а потом слова подхватили Белый дом. Какие свои проблемы тем самым пытается замаскировать Вашингтон и почему черный пиар пустили в ход сейчас, анализировал Павел Челкин. Скандал случился на еженедельном брифинге пресс-секретаря Белого дома. Журналист спросил об отношении американской администрации к довольно странному заявлению замминистра финансов США, прозвучавшему в интервью британской Би-Би-Си. На этой неделе представитель Министерства финансов США заявил Би-Би-Си, что Путин коррумпировал. Разделяет ли администрации президента Обама это мнение? Я думаю, что оценка Министерства финансов наилучшим образом отражает мнение администрации. Очевидно, что Министерство финансов несет ответственность за обеспечение санкций. И очевидно, что существуют значительные санкции, которые применены против России из-за ее дестабилизирующей деятельности внутри Украины. Ответ выглядел довольно неуклюже. О чем говорил Эрнест? О коррупции или все же о санкциях и Украине? Американскому политологу Дмитрию Саймсу даже показалось, что пресс-секретарь Белого дома оказался в тупике, и ему просто пришлось выкручиваться, иначе в США его просто бы не поняли. То, что сказал пресс-секретарь Белого дома, поддержав осторожно Министерство финансов, это не событие. Если бы пресс-секретарь Белого дома опроверг то, что сказал Министерство финансов, это была бы реальная новость, которая вызвала бы, я думаю, бурю негодования в определенных кругах, критику в Конгрессе со стороны республиканских, а может и не только республиканских президентов-кандидатов. Явно Белый дом не хотел, чтобы была новость, Обама поддерживает Путина. Интервью министра финансов США Шубина прозвучало в фильме канала BBC о неких мифических богатствах российского президента. Фильм стал предметом насмешек во всем мире, включая российские оппозиционные ресурсы, клиповый монтаж, тревожная музыка, предположения, допущения и таинственные намеки. И в основном из уст сподвижников бывших олигархов Березовского и Ходорковского. Заявление в стиле западных пропагандистов, ставшим привычным для российских зрителей. Только голословное обвинение без каких-либо доказательств. Есть документы, проявите, и мы будем дискутировать о реальных вещах, которые мы знаем. Иначе не получится. Но здесь это очевидно, что документы не важны здесь. Это вот этот перекод к оскорблениям. Ну, по-другому не могу назвать это поведение. Это очевидно, что идет кампания по дискредитации Путина. Среди всего этого мусора в фильме было и заявление высокопоставленного американского чиновника. Сначала Кремль на это даже не стал реагировать. Но когда бездоказательные обвинения повторяются от лица Белого дома, это уже перебор. Заявления моего коллеги в Белом доме мы считаем неприемлемыми с точки зрения общей практики международных отношений. Мы считаем это заявление возмутительным и оскорбительным. Подобные оскорбления в адрес главы государства голословные. Это настолько очевидно, что, честно говоря, трудно поддается какому-то анализу. Для нас это абсолютно невозможно даже представить. Я честно скажу, что если бы я, например, допустил бы подобные оскорбления в адрес президента США, меня бы уволили. Очень многие политологи сходятся в том, что, скорее всего, слова Джоша Эрнеста все же прозвучали отнюдь не случайно. Это слишком серьезное обвинение в адрес личного руководителя государства. И если Эрнест до сих пор на своем месте, значит это согласованная акция. К тому же вполне укладывается в топорную внешнюю политику США последнего времени. Почему сейчас именно? Ну, потому что Россия в этом моменте из-за поведения последних нескольких месяцев, и особенно из-за успехов в Сирии, она захватила определенное часто общественное мнение положительно в Европе. Путин на сегодняшний день это очень популярен. В Италии, во Франции, в Германии намного больше, чем было 3-4 года назад. Значит, эта популярность Путина растет из-за того, что много людей понимают, что это не агрессор, скажем так. Из-за этого надо менять, искусственно менять общественное мнение. Как только вышел фильм BBC, российский журналист Сергей Доренко отметил, это знак того, что Вашингтон пошел ва-банк. Ему нужно убрать российского президента любой ценой, и он не будет брезговать никакими средствами, потому что пока у него в этом направлении ничего не получалось. Расслоения в элитах не произошло, революционные никакие движения в элитах не произошли, что взять промышленников, людей крупного бизнеса, что чиновников, этого не произошло. Значит, следующий этап, второй этап отстранения Путина от власти, это травля его, превращение его в международную парю, типа Ахмадинеджада, если помните. Значит, это не зависит теперь уже от правды и истинности, никаких подтверждений не надо. Просто главный калибр, Белый дом Соединенных Штатов Америки, будет теперь заниматься антипутинской пропагандой. Собственно, подобное развитие событий, похоже, не стало сюрпризом и для Кремля. Там ожидали, что рано или поздно Вашингтон перейдет на личности. Просто другие аргументы против Москвы исчерпаны. Не думали только, что это произойдет так рано и так неэлегантно. Вот что об этом заявил пресс-секретарь Владимир Путин. Мы видим, что за океаном началась подготовка к нашим выборам. До президентских выборов в России еще далеко, больше двух лет. Но подготовка, судя по всему, началась. Ясно, что аккумулируется негатив в отношении главы нашего государства, который используется для оказания давления и влияния на ход будущей избирательной кампании в Российской Федерации. И даже не зная того, имеет ли Путин намерение баллотироваться дальше или не имеет, все равно на всякий случай априори такая очернительная кампания уже началась. Но все это не повлияет никак ни на Путина, ни на Россию. Кремль потребовал официальных разъяснений от Белого дома, а эксперты полагают, что по сути, таким образом уходящий с политического олимпа США Барак Обама, которого американские СМИ считают одним из самых слабых президентов США в истории, пытается набрать очки за счет Путина, которого американцы считают сильным лидером. При этом рассуждения Белого дома о коррупции у многих в США вызывают саркастическую улыбку. Взять хотя бы тот факт, что большинство спонсоров избирательной кампании Барака Обама странным образом получили посты послов разных стран. Обама, однако, назначил больше людей с такого рода политическо-финансовой биографией, чем предыдущие американские президенты. По этому поводу в Америке многие говорят, что это нецелесообразно, что это мешает профессионализму американской дипломатической службы, что вообще нельзя распродавать посольские посты. Но вот я не видел, чтобы даже политические противники Обамы по этому поводу говорили о коррупции. Российские политики также напоминают, что прежде чем бросать обвинения в адрес Москвы, в Вашингтоне было бы неплохо разобраться со своей коррупцией. Эти заявления можем лишь расценивать как очередная ложь, очернительство и слабость американцев. Им нечего, нет аргументов у них, чтобы идеологически или пропагандистически бороться с нами. Поэтому чем вот такого рода заявления только вызывают враждебные чувства у нас, у граждан России, к США. И мы прекрасно понимаем, насколько коррумпирована сама Америка. И губернаторы, и высшие чиновники, и администрация США, и политические партии. Мы знаем, как считали голоса для Буша-младшего в штате Флорида. Поэтому американцам надо молчать про коррупцию. В истории международных отношений большинство экспертов не находит прецедентов столь хамских выпадов, подобных тому, что сделал Вашингтон. Даже в период жесткого противостояния с Советским Союзом Белый дом до подобного не опускался. Вывод один. Россия под руководством Путина стала слишком серьезным геополитическим противником, если Вашингтон даже готов идти на столь неприглядные меры, понимая, что большинство мировых проблем, включая ситуацию в Сирии и на Украине, без Москвы решить сегодня невозможно. Павел Пчелкин, Олег Трофимович, Первый канал.